Трудиться надо. Трудиться честно. Не воровать. Пожалуй, главный секрет долголетия от Веры Яковлевны. Она родилась в Анапе. Отца не помнит. В семье было 12 детей. Работать начала в семь. Няней в джемете. Было не до учебы. Мама говорила, тебе учиться не надо. Хлопцам надо. А тебе не надо. Хлопцы в армию пойдут. А тебе зачем? Работала в колхозе на виноградниках. Когда стартовала государственная программа по ликвидации безграмотности, начала ходить в вечернюю школу после смены. Хозяйственная девушка устроилась домработницей в Москве. В первые дни войны поехала в Ростовскую область по личным делам. Там попросилась в армию. Ее взяли по специальности. Было такое, что нечего было готовить. А вот другое там, у других там есть другое подразделение. Иду, занимаю там, что-то делаю. Суп, не суп, кандель, не кандель, что-то такое. Я раздаю опытом, трушусь, что сейчас придут за мной. Что такое обед. Когда приходит ихний. Ну что, за мной пришли? Да нет. И вылезали котелок. Рядом служил будущий муж, который приметил девушку. После войны Вера Шубина вернулась в Анапу к маме. Он приехал следом. Со временем поженились. Сейчас у Веры Яковлевны двое внуков и трое правнуков. На день рождения они традиционно собираются в родительском доме. Андрею пять. Он уже на ты с современными гаджетами и любит прабабушкину кашу. Она все делает вкусно. Кашу гречневую, манную кашу и салат вкусный. Мастерство, отточенное в том числе и на фронте, пригодилось в мирное время. Веру Яковлевну хорошо помнят в городском водоканале, где она проработала 10 лет. Уже второй день в дом приходят с поздравлениями. Поздравляю. Спасибо, Газу. Спасибо. Большое здоровье тебе. Пожелаю, чтобы трудились хорошо, слушали старших, уважали друг друга, чтобы мирно жили.